Ежедневно в рабочие дни и по субботам с 9 до 12. Именно в это время родители будущих первоклашек могут подать заявление в школу, которую выбрали для обучения собственного ребенка. Прием документов начинается 1 февраля. Но ажиотаж в образовательных учреждениях ожидают к лету. Чтобы отправить ребенка в школу, необходим стандартный пакет документов. Его состав из года в год практически не изменен. Родителям необходимо принести с собой пакет документов, который состоит из паспорта, который говорит о том, что действительно это законный представитель ребенка. Дальше приносят копию и оригинал свидетельства о рождении. После этого дают копию и оригинал свидетельства о регистрации по месту жительства или по месту пребывания ребенка. Медицинская книжка во время записи не требуется. Только заявление о приеме ребенка в школу. Очередей в первый класс, отмечают учителя, нет. Документы принимают в порядке живой очереди и в часы приема. И подать их можно в любую школу, которую выберут родители. Не обязательно по месту жительства, но только если есть свободные места. Вплоть до 31 июня детей зачисляют в школу в соответствии с пропиской. Правила приема в первый класс можно прочесть на сайтах образовательных учреждений. Здесь и список документов, и перечень необходимых школьных принадлежностей, и правила льготного приема, и даже советы психолога, как быстрее и легче адаптировать первоклассника к школе. Для первоклассников сегодня в школах действует множество дополнительных образовательных кружков и секций. Есть даже продленка, но все эти услуги платные. В нашей школе мы можем организовать, вернее уже организованные для будущих первоклассников, следующие платные образовательные услуги. Это предшкольная пора, где мы готовим детей к школе. Ведут занятия учитель начальных классов и педагог-психолог нашей школы. Прежде чем записать ребенка в школу, родители могут заранее прийти в учебное учреждение, познакомиться с директором и педагогами. Все школы Владивостока проводят дни открытых дверей. Сегодня в краевой столице первоклассник готовы принять 78 униципальных образовательных учреждений. Кстати, записать ребенка в школу можно и через сайт госуслуги. Кроме того, администрация Владивостока еще раз напоминает, что проведение любых испытаний, экзаменов, тестов или конкурсов, направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам, при приеме в первый класс образовательных учреждений любого типа и вида не допускается. Светлана Садовая, Игорь Болтов, Василий Косилов. Новости на восьмом.